В эфире новости нашего города, обзор за неделю и мы продолжаем выпуск. В Ноябрьске открылась уникальная для Ямала ясельная группа для детей от двух месяцев до года. Работает она в детском саду Чебурашка, ее уже посещают 10 малышей. О том, какое оборудование закупили для самых маленьких и о расписании их насыщенного дня, узнавала съемочная группа телеканала Ноябрьск-24. Кто с соской, а кто без, кто все еще ползает, а кто уже делает первые шаги. Но все малыши на удивление спокойны и в хорошем настроении. Работает группа второй месяц. Местные воспитатели уже изучили характеры детей и нашли каждому подход. Интересно работать с такими детьми. Детки разные. Привыкли уже все к нам они. Мы также к ним привыкли. Вот и Андрюшка у нас. Ему 10 месяцев. Очень общительный. Он самый первый у нас. А 9-месячная София только начала осваиваться на новом месте. Вместе с мамой они переступили порог группы неделю назад. А дать кроху в детский сад Татьяну Кондратенко заставили обстоятельства. Нужно выходить на работу. Оставить малышку дома не с кем, а нанимать няню дорого. И такая группа для молодой мамы стала выходом из непростого положения. Конечно страшно было, потому что ребенок маленький очень. Но все-таки попробовали. Ребенку понравилось. Чувствует себя тут комфортно. И кушает, и спит с детками, играет. И вот потихоньку привыкаем. Каждый раз все побольше и побольше оставляю ее тут. Вот как только останется на целый день, выйду на работу. Группа работает с семи до семи. Пока не все дети находятся в ней целый день. А вообще у каждого здесь свой режим с учетом возраста. Сонокормление по расписанию за питание малюток отвечает медицинский работник из ЦГБ. Я составляю индивидуальный лист кормления. Дети получают четырехразовое питание, сбалансированное, обогащенное витаминами, фруктами. Дети получают овощное пиро, мясное пиро, фруктовое пиро. На полдник у нас идет творожок. Метработник разводит смеси и стерилизует банки в специально оборудованном самой группе пищеблоки. Техника, посуда, мебель – все абсолютно новое. Закуплены кроватки, пеленальные столы, стульчики для кормления, манеж и игровой инвентарь. В саду все приспособлено для детей первого года жизни. В основном в группе малышей от полугода брать еще воспитанников, да и по младшим, не рискуют. Всех принять мы не можем, желающих много. Вот. Приходят, садятся напротив и говорят, у меня жизненная ситуация такая-то, я могу потерять работу. Допустим, мне бывает, ну, жить не на что, в прямом смысле слова. Я учусь, мне некуда деть ребенка. Бывает, вот, без папы, бывает, ну, разные ситуации. Собственно, открыть такую группу попросили сами родители. И для многих это не прихоть. Здесь присмотр и уход за ребенком в день обходятся всего в 150 рублей. Пока в группе мест нет, но уже формируется очередь в городском департаменте образования. Ирина Копян, Юлия Морева, Наиль Нафиков. Ноябрьск-24. Ноябрьск и Салихард вошли в число лучших городов страны по качеству жизни. Всего в рейтинге 300 российских муниципалитетов, информацию о которых собирал портал домофонд.ру. Данные основаны на отзывах местных жителей и люди оценивали города по 10 критериям. Некоторые из них экология, чистота, развитие инфраструктуры, обеспеченность транспортом. В результате Салихард занял в рейтинге третью позицию, уступив только Геленджику и Грозному. У Ноябрьска шестое место. Нефтяная столица Ямала опередила даже Хантамансийской Тюмень, у которых девятое и двадцать шестое места. Причем ноябрьцы положительно оценили шаговую доступность объектов, экологию, а также чистоту родного муниципалитета. А вот качеством дорог, недостатком парковок для автомобилей горожане остались недовольны. На базе детской музыкальной школы имени Виктора Коха завершил свою работу проект «Школа мастерства». На протяжении трех дней в его рамках педагоги из Ноябрьска, Муравленка и Таркасале повышали свою квалификацию под руководством ведущих специалистов культурного профиля из Екатеринбурга. За это время специалисты успели обсудить реформу образования, поработать с детьми и поделиться методическими наработками. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Гранты таких крупных компаний, как «Газпромнефть», которые сегодня реализуются для социальных нужд, это, ну, так скажем, показатель высокой культуры управленческой. И для нас, и для вас, я надеюсь, это интересный опыт. На сцене один из ведущих преподавателей всего Большого Урала. В зале десятки коллег Натальи Клещевой. Разговор о наболевшем, реформе образования и ее влиянии конкретно на сферу культуры и искусства. Внедрение профессиональных стандартов, корректировки учебных планов, кадровый дефицит. Об актуальных проблемах простыми словами, тем более, что для всех они одинаковы, вне зависимости от географических широт. Мы будем работать с преподавателями, чтобы мотивировать их к корпоративной работе, к совместной работе со всей командой администрации детских школ искусств. Потому что в настоящее время этот подход самый правильный. Это новое общество формируется, которое требует активного участия каждого гражданина. Город, наверное, находится достаточно далеко от крупных культурных центров. Вот эта оторванность при всех современных средствах связи, она все равно ощущается. Поэтому, мне кажется, очень важно иметь возможность непосредственного общения с хорошими преподавателями из достаточно крупных городов, из крупных культурных центров, из крупных центров образовательных именно. Поэтому, я думаю, очень важно для нас. Мы надеемся на получение новых знаний, каких-то свежих идей. И, конечно, все это будет передано нашим детям, нашим ученикам. Занятия с детьми организаторы запланировали на второй день работы проекта. Одновременно в нескольких классах заиграли скрипачи и баянисты, а гости из федерального центра не только слушали, но и пристально следили за процессом. Ведь правильно поставленная техника – залог дальнейшего успеха. Эти пальчики, второй, третий, четвертый, ты хорошо ставишь. Можно немножко вот сюда вывести. Да, ну, хорошо. Вот с первым надо тоже подкорректировать. Первый не может ставиться так же, как вот все остальные. Его обязательно надо ставить на бочок и немножко назад. Тем временем в другой аудитории сами преподаватели делятся методическими наработками в области теории музыки и музыкальной литературы. Справедливости ради далеко не все ученики эти предметы любят. Но специалисты уверены, то, что детям кажется скучным, можно преподавать и с большей долей разнообразия. В помощь современные технологии. У хорошего преподавателя, у мастера своего дела, наверное, ребенок будет усваивать материал легко в любых условиях. Но еще раз повторю, что компьютерные технологии помогают ребенку комплексно воспринимать материал. Потому что прием информации идет сразу через все каналы восприятия. Через глаза, через уши, через тактильные ощущения. Это очень важно. Идейными вдохновителями проекта «Школа мастерства» стали местные преподаватели. А реализовать его помогли грантовые деньги. Проект вошел в число лучших гражданских инициатив по итогам грантового конкурса «Газпромнефть. Ноябрьск. Нефтегаза». Он проводится ежегодно в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Мы просто не верили, что так бывает. Потому что это первый раз, первый наш проект. Самое главное, я хочу сказать, что надо верить в свои силы. Надо быть в хорошем смысле амбициозным. И тогда родные города просто станут реальностью. Культура на сегодняшний день, к сожалению, наверное, не на том уровне, на котором бы хотелось иметь нашему крепкому, стабильному государству. В частности, нашему городу. Поэтому комиссия практически единогласно приняла решение этот проект поддержать. Всего же только за этот год возможность воплотить свои идеи в жизнь благодаря нефтяникам получили 10 проектов. Так, например, уже работает гончарная мастерская и студия мультипликации. В Ингапуровском открыта школа мужества. Психологи на грантовые деньги пытаются вырвать молодежь из власти смартфонов и интернета. Общий грантовый фонд в 2016 году составил 3 миллиона рублей. Следующий грантовый конкурс стартует уже в январе. Кирилл Мигель, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. На Ямал вернулась старинная икона святителя Николая. Больше года она находилась в Троице-Сергиевой лавре на реставрации. Напомню, святыня 18 века до революции состояла в пределе Салихардского храма святых апостолов Петра и Павла, а после считалась безвозвратно утраченной. Лишь в 2014 году икона нашлась. Несколько десятилетий образ хранился в семье оленеводов-кочевников и путешествовал вместе с ними по дорогам к Аслании. В ходе реставрации ей придали первозданный вид, подправили иконопись и восстановили венец на Ризе. Прежде чем вновь вернуться в родной храм, лик угодника Божьего примет участие в Большом крестовом ходе по ямальским городам. Он продлится до 19 октября. Первыми встретили и приложились к иконе жители Ноябрьска. В честь этого события сотни верующих пришли в храм архистратига Михаила. В наше сложное время, тяжелое время хочется верить в что-то доброе, хорошее. И вот такие события, такие реликвии, они нам помогают, наверное, все-таки. То есть когда мы прикладываемся к ним с верой, не знаю, вот лично мне, моей душе становится легче, проще. И как-то все вокруг начинает играть новыми красками. Такой святой защитник наш, который защищает нас во всех бедах, во всех, ну во всем, во всей жизни, в семье, чтобы было благополучие, путешествующим, чтобы все было хорошо. Ну, то есть это святыня. На реставрации в Тобольске сейчас находится еще несколько старинных икон. Об этом журналистам рассказал епископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. В доме купца Терентьева при разборе стен нашлись пять больших изображений из иконостаса Петропавловского храма в Салихарде. Их обещали восстановить в течение двух лет. Владыка отметил, что в последние годы все чаще прихожане стали приносить в храмы древние, оказалось бы, утраченные иконы. Принесли икону из храма Куноват в Куновате. И вот принесли икону старинную. Очень интересная гравировка на металле иконы. Святитель Митрофан Воронежский. Я просто вот сейчас не могу точно сказать. Вот небольшая иконочка. И с обратной стороны вот эту иконочку, монтирована фотография одного из последних священников этого храма. Такой была эта неделя. Чем запомнятся следующие семь дней, обязательно расскажут корреспонденты телеканала «Ноябрьск-24». А я желаю вам всего доброго и приятных выходных. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok